Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Привет, друзья! Я сегодня нахожусь в городе Цесвайны, недалеко от Цесвайнского замка с Цесвайнским парком. Каменная скульптура Цесвайнский замок подняла свои башни к небу вокруг романтического парка и старинной усадьбы. Совсем недавно, всего лишь 126 лет назад, барон Адольф фон Вульф переехал в свой новопостроенный замок, но сам прожил в нем всего лишь 8 лет. Когда я была девчонкой, то гиды рассказывали, что когда барон Вульф в 1895 году построил этот замок и подал ключи своей жене, то замок ей так не понравился, что она просто выбросила ключи. Поднимаемся по лестнице, поднимаемся по красивой лестнице из парка к замку барона фон Вульфа. Прекрасное здание. Замок Адольфа фон Вульфа считается одним из самых ярких архитектурных достижений второй половины 19 века. Это шедевр эклектического искусства, сочетающий в себе архитектуру, скульптуру, искусство металла и живопись. В Латвии замок получил почетное звание «Замок мечты». Но история замка, построенного Адольфом фон Вульфом, восходит гораздо более раннему периоду. Давайте немного заглянем в прошлое. Первый замок в этой местности располагался на территории нынешнего замкового парка Цесвоинского городища. Старый каменный замок, Цесвоинский средневековый замок, был построен в 14 веке. Замок несколько раз разрушался. Из-за пеших войн несколько раз менялись владельцы замка. Цесвоина пережила много разных властей и правителей. Была под контролем Ливонского ордена, а в результате Ливонской войны перешла в руки поляков. Король Польши Сигизмунд II подарил замок свободному лорду Таубе, а потом российский царь Иван Грозный занял Цесвоина. В 1625 году Цесвоина была оккупирована шведами, и король Густав Адольф подарил замок, город и поместье своему камергеру графу Бра. С 1760 года замок продолжал менять владельцев и принадлежал даже российским императрицам, сначала Елизавете, а позднее Екатерине II, пока в конце концов, в 1821 году перешел в собственность семейства Вульфов. Усадьбы Цесвоина, Айскуя, Бичаускас, Гравендала и Мадонна тоже перешли в собственность Вульфов. Последний владелец замка, который построил именно новый Цесвоинский замок Адольф фон Вульф, умер 25 марта 1904 года. Давайте сходим на его могилу. Это совсем недалеко от замка, в парке, на вершине Цесвоинского городища. Вот по этой горке мы будем подниматься, если захотим увидеть могилу барона Вульфа. Я поднимаюсь по горке напротив Цесвоинского замка. Если развернуться, то вот здесь за мной, вот туда мне нужно подняться. Снег довольно скользкий сегодня и дошла до половины, дошла до половины горки и довольно крутой подъем на могилу. Я не знаю, есть ли другой подход, но вот видите, тут напротив замка я нахожусь. Спускаться оказывается сложнее, чем подниматься на горку, потому что скользко. Снег мокрый и скользит. И вот так я боком понемножку, понемножку спускаюсь с этой горки. Кажется, она небольшая, но довольно скользкая. Я с этой горки сбежала бегом. Это оказалось легче, чем спускаться. Мне на нее, очевидно, не забраться. Со всех сторон снег, и, в общем-то, горка довольно крутая. Я сейчас вот иду вокруг, тут вдоль речушки, но не вижу нигде другого подхода, кроме того очень крутого, на котором я только что была, и с полпути которого я просто сбежала вниз. Друзья, делаю вторую попытку восхождения. Человек я целеустремленный. Хочу дать тут есть возможность уцепиться за деревья и понемножку подниматься в гору. Подъем тоже чуть покороче. Вот так я тут почти падаю. Вот, видите, тут мои следы одиночные. Мир не без глупых людей. Когда я почти уже забралась на горку, то увидела, что с другой стороны есть довольно спокойный подход, довольно отлогий. Тем не менее, для меня это было таким хорошей утренней зарядкой. Видно, что зимой сюда мало кто поднимается, потому что тут только лыжная свежая колея. Ну вот, здравствуй, барон Адалф фон Вульф. Спасибо тебе за то, что ты создал такое прекрасное здание Цесвайнского замка, абсолютно уникальное, которое сейчас реставрируется и которое, я уверена, будет сохранено для многих будущих поколений. Вот тут охранен Адалф фон Вульф. В этом месте такой красивый парк вокруг замка, очень большой. Сейчас тихо, я встретила только одного человека, то ли времена ковида, то ли еще что-то. Возвращаться назад я уже не буду по этому крутому склону, по которому я забиралась. Я уже теперь пойду назад по нормальной человеческой тропе от логой дорожки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что замок реконструируется и внутрь сейчас невозможно попасть, сюда стоит приехать зимой. Прогуляться по парку, послушать журчание речушки, подышать свежим воздухом и полюбоваться прекраснейшим строением, цесвенским замком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА